Всем привет! Наконец-то я нашел чехол для гитары, который меня устроил по всем параметрам. Покупал я его в феврале 2020 года, и по цене он обошелся где-то в 2000 рублей, плюс там были применены купоны. Сейчас его цена немного выше. В подарок продавец положил вот такие вот цитаты, держатели струны для акустической гитары, брелок в виде гитары и набор струн для Fender. Кстати, струны неплохие. Дополнительно также для себя еще заказал струны для акустической гитары, три штуки разноцветные. В принципе, неплохие струны для своей цены. Стеклянный слайдер для гитары, и он, да, действительно стеклянный. А вот это очень нужная штука, три в одном. Удобно крутить колки, доставать держатели струн акустической гитары, ну и также замечательно перекусывают струны. И также еще заказал подставку для гитары. Подставка маленькая, компактная. Как видите, она собирается, можно если что в сумку кинуть, и если вы куда-то поехали, потом собрали и поставили гитару. Очень удобно. На стойку можно поставить акустические гитары, 6-12 струн без разницы. Гитары в форме Les Paul и ее подобные, но вот Explorer форму вы не поставите. Ссылку на товары я оставлю внизу в описании. Возвращаемся к чехлу. Чехол сшит очень качественно. Нет нигде торчащих ниток. Молния здесь не хлипкая, широкая. Обратите внимание, как пришиты лямки. Благодаря такому расположению нагрузка по спине распределяется равномерно. Спереди находятся два кармашка. Один большой, другой поменьше. Большой кармашек можно уместить в ту же самую стойку для гитары, несколько педалей, ну и некоторые вещи по мелочи. Все в рамках разумного. Закрывается это все липучкой. И это правильное решение, потому что если вы вдруг решили положить что-то более габаритное, то это вас спасет. Второй кармашек поменьше, но он все такой же вместительный. Например, я туда кладу пенал со своими принадлежностями для гитары. И при этом еще чуть-чуть места остается. Внутри чехол выполнен в оранжевом цвете. Обратите внимание, что там где находится голова, все прошито плотной черной тканью. Плюс есть ремешок, чтобы не болталась гитара. В районе Флойд Роза тоже находится черная ткань. Ручка у чехла не режет пальцы, при этом она толстая и довольно плотная. В нижней части чехла есть прорезиненная пятка, что очень удобно и не портит как и инструмент, так и сам чехол. Длина гитары здесь помещается в районе 105 сантиметров. Но вот у моего Эбоназа где-то приблизительно 110. И как видите, он отлично влез. Другие вот уже гитары туда не влезут. Так как чехол рассчитан еще под акустическую гитару, то электрогитара здесь немного, конечно, болтается. Но вы имеете несравненный плюс. Например, если вы часто ездите куда-то в туры, то, например, можно туда даже засунуть часть одежды. А вот с акустической гитарой все просто. Помещается она плотненько. Кохнер, например, весь полностью залез. И уже дополнительно ничего не добавишь. Его длина как раз 104 сантиметра, а в ширину он приблизительно 10,5 сантиметров. В общем, нисколько не пожалел от данной покупки. И если вы сомневались брать этот чехол или нет, то могу вам его рекомендовать. Ну и напоследок еще приобрел медиатора фирмы Dunlop в количестве 50 штук. В итоге медиатор обошелся где-то в 10 рублей. Но, скорее всего, эти медиаторы просто были отбракованы на основном производстве. Все дело в том, что поверхность у них не такая шершавая, как у оригиналов. Но для своей цены это замечательные медиаторы, при этом стачиваются очень медленно. Ну а на этом все. Я с вами прощаюсь. Все ссылки на товары вы увидите внизу в описании. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok